Всем привет! На ютюбе появилась новая вкладка сообщества. Вы можете пройти на любой канал, в том числе и на мой. И там есть отдельная графа, где написано, естественно, сообщество. В ней обсуждаются разные вещи, все, что может предложить блогер вне тех роликов, которые он выпускает. Так вот, я предложил, и точнее спросил у вас, стоит ли еще рассказывать о восстановленных Galaxy S7 более подробно, более разжеванно? И вы в большинстве случаев ответили, да, стоит. Итак, это новое видео на канале Gadgetmoney. Я начинаю. Поехали! Сегодня я более подробно расскажу вам мою покупку, как я совершаю покупку Galaxy S7 восстановленного. Соответственно, многие обращаются приобрести для них, и многие спрашивают о некоторых нюансах. Что-то работает, что-то не работает, точнее, работает-то все, но есть нюансы по приобретению. И есть нюансы и вопросы к самому смартфону. Сейчас я постараюсь, наверное, максимально кратко, но все-таки это разговорное видео с примерами свежекупленного Galaxy S7, с примерами свежей истории, для кого я приобретал, соответственно, этот смартфон. Не только этот, еще один этот я купил для того, чтобы у меня был пример, и сделать действительно более подробный обзор. Итак, по порядку. Я себе написал небольшую подсказочку, и по этим пунктам, соответственно, я буду с вами разговаривать. Наливайте себе чайку, кофеечку или какаушку, и, как говорится, наслаждайтесь. Первое, что я себе отметил, это подробно рассказать о тех моментах, на самом деле, что это за смартфоны, откуда они появляются, откуда они берутся и так далее. Я узнал у поставщиков, они делают, они, точнее, говорят следующую информацию. Во-первых, смартфоны все восстанавливаются на фабрике, на заводе, где и как они не знают, внутрь не заглядывают. Я при покупке и при выборе, соответственно, гаджета, также не раскрываю смартфон и не знаю, из каких запчастей он восстановлен. Поэтому надо это иметь в виду, но смартфоны полностью оригинальны. Вы в своих комментариях под видео, вот я на днях выложил видос про iPhone 5C, и люди пишут, что на реф, и я говорю полностью оригинальный. Ну, конечно, включите мозг, он полностью оригинален. То, что он восстановленный, он не перестает быть оригинальным. И если это не так, то просто бросьте меня камень в комментариях. То есть, мы уясняем информацию, что внутренности смартфона, из чего и где, из каких, как говорится, запчастей он собран, мы с вами в априоре, ну, не разобрав смартфон, не можем это сделать. В силу каких-то технических особенностей, в силу физической невозможности, я этого тоже не могу сделать, и мне это неинтересно. Он работает, и это очень хорошо. Далее. Как я покупаю и для себя, и для людей, которые мне доверяют купить для них смартфоны, потому что после осенних видосов очень много обращений. Я уже ни одному человеку помог приобрести Galaxy S7 восстановленный, как теперь выясняется. То есть, я на самом деле не знаю до сих пор, восстановленные ли они, или просто, допустим, разблокированные от оператора. Потому что, в основном, они все от компании Verizon. То есть, это сотовый оператор американской сотовой сети. Итак, моя покупка состоит из следующих этапов. И если вы просите меня, или я выбираю для следующего своего обзора, непосредственно модель Galaxy S7, или какой-то другой восстановленный телефон, который есть у тех поставщиков, с которыми я сотрудничаю, или к которым я обращаюсь, я договариваюсь о встрече, я договариваюсь о наличии непосредственно гаджета того. Ставлю его на бронь, иногда вношу предоплату, иногда этого не делаю, мне доверяют, потому что я не первый раз у них покупаю. После этого я выезжаю в другой город, непосредственно приезжаю в офис. Передо мной кладут несколько трубок на выбор. Среди них я выбираю тот смартфон, который соответствует моим требованиям по новизне корпуса, по чистоте дисплея, по отсутствию царапин и всевозможным физическим недостаткам на самом смартфоне, на самом гаджете. И только после этого я приступаю к сверке его подлинности и оригинальности. Как я это делаю? Делаю это я несколькими способами. Путем входа в инженерное меню, сервисными кодами, снятия скриншота, соответственно, вхожу в инженерное меню, вхожу в режим загрузчика. У Samsung, и точнее у фейков, этой возможности нет. Проверяю полностью операционную систему, проверяю работоспособность операционной системы, убеждаюсь о том, что все функционирует, что телефон звонит, принимает Wi-Fi, принимает Bluetooth. С помощью него можно совершать звонки, то есть ловится сеть. Убеждаюсь, что присутствие 4G связи, убеждаюсь, какая прошивка установлена. И только после этого непосредственно я ухожу из офиса. Многие из вас подумают, что это занимает 5-10 минут. Нет, друзья, это далеко не так. Иногда я могу час пробыть, иногда полтора. Вот в последнюю мою поездку я провел в офисе у поставщика больше... Ну, я провел вообще весь день, но непосредственно был занят отбором смартфонов для своей покупки и покупки для человека. Евгений, большой тебе привет, как говорится. Я провел целый день, то есть это, можно сказать, целый рабочий день. Я вот во всем этом ковыряюсь, разбираюсь, потому что не с первого раза получается, допустим, взять и вот первый попавшийся смартфон, точнее, вот передо мной лежит 3-4 штуки. Я первый беру и он меня во всем устраивает. Нет, у некоторых что-то может не работать или меня не устраивает, как это работает. Как говорится, это, в общем, не 5-минутное дело. Далее, по внешнему виду. Внешний вид как новый. Что это означает? Это означает, что отсутствие, корпус новый, задняя крышка новая, переднее, соответственно, стекло у нас новое, экран новый. То есть нет следов эксплуатации. Должны отсутствовать царапины, сколы, потертости и все, что с этим связано. Экран. Экран должен соответствовать с оригинальным характеристикам Galaxy S7, которые непосредственно производит компания Samsung. Он должен быть с соответствующим разрешением. И это всегда так. То есть даже первичное снятие скриншота подтверждает, что у нас 2560 на 1440 точек. Как-то так я могу ошибиться плюс-минус на несколько мегапикселей. Ну, в общем, это Quad HD разрешение. Это чуть больше, чем Full HD. И экран в этом плане оригинален. Он показывает, действительно, это AMOLED матрица. Черный здесь черный. Он есть настройки над самой системой, над экраном. То есть вы можете поставить уже предустановленный адаптивный режим, фильм AMOLED, фото AMOLED. И как-то с этим, ну, все, что с этим связано, в общем, экран полностью поддерживает. По батарейке. Батарейка. Это такая скользкая ситуация, потому что заглянуть внутрь телефона, как я говорил ранее в моей этой речи, соответственно, не представляется возможным. И узнать, какой аккумулятор установлен, тоже по тестам практически невозможно. Что такое работа батарейки? Работа батарейки – это равномерный заряд, разряд, поддерживается функция быстрой зарядки. И тут вытекает следующий вопрос. Нагревается ли смартфон? Да, смартфон нагревается незначительно при зарядке. Я не использую свои гаджеты во время зарядки. То есть я ставлю либо на ночь, либо выбираю тот период времени, когда мне смартфон не нужен. Я им не пользуюсь, ставлю на зарядку, и он заряжается. Galaxy S7. Даже вот от этих поставщиков, вот, грубо говоря, вот этот вот, он полностью... Давайте я его достану, а то все-таки как-то неприлично разговаривать о том, чего нет в руках. У меня здесь точно такой же Galaxy S7, как я отправил непосредственно новому человеку, который обратился за покупкой. Вот он уже активированный. То есть я уже его настроил под себя. Полностью рабочая трубка. Так вот, убедиться до начала эксплуатации и по прошествии какого-то времени этой эксплуатации, убедиться, какой аккумулятор встроен в смартфон, какого качества, не представляется возможным. Но в 99% случаях это стандартный, скажем так, режим, как это получается, да. Батарейка держит от 2,5 до 4,5 часов работы экрана в том понимании, то есть в разных режимах эксплуатации, использования смартфона. Если мы играем в игры, у нас выключена яркость на больше, чем 50%. Если подключены все модули связи, то, соответственно, смартфон держит поменьше. Если вы используете просто интернет-браузинг, звонки, смски, соцсети и какие-то чаты, непосредственно подольше. То есть, какой вывод мы можем из этого сделать? Если вы спрашиваете, оригинальная батарейка стоит или неоригинальная, я на 99% не смогу ответить вам на этот вопрос. Поменять батарейку самостоятельно на Galaxy S7, заказанную где-нибудь на Алиэкспрессе или в фирменном сервисном центре, ну, батарейку, именно, купленную в фирменном сервисном центре Samsung, вы можете совершить самостоятельно. Но смартфон даже по умолчанию, по дефолту, из коробки от этих поставщиков, именно эти восстановленные Galaxy S7, потому что это не то, что присылают вам с Алиэкспресс, а может быть даже то, но, по крайней мере, здесь вы можете проверить с помощью меня это. В общем, батарейка по дефолту работает нормально, но у многих из вас вам может показаться, что что-то с ней не так. Не знаю, почему у меня создается такое впечатление. Меня научили смартфоны Xiaomi, даже вот сейчас, ну, айфоны быстро разряжаются, смартфоны Xiaomi и других производителей, что они держат батарейку, там, батарейка 4000 мАч, ну, больше 3500 мАч, и они, как говорится, ну, держат так уверенно 5, 6, 7 часов работы экрана. На Самсунгах с таким разрешением экрана это, увы, не так. Производительности тесты. Я полностью тестирую смартфон уже несколько дней, и предыдущие смартфоны я прогонял с помощью бенчмарков. Он показывает те результаты, которые он, соответственно, показывает такой же смартфон, купленный где-нибудь, будет не реклама, в M-Video, как говорится. Точно такие же результаты в Antutu, точно такие же результаты в других синтетических тестах. По производительности это один из неплохих вариантов за эти деньги-качество, потому что вы сможете здесь играть в самые требовательные игрушки, в хороших настройках графики и все, что с этим связано. Камера. Камера одно из тоже таких вот, как камера и батарея, это, наверное, для людей самое-самое важное. То есть экран, камера и батарейка. У нас большие споры были с этим Евгением. Он просил убедиться, что камера оригинальная. Есть специальное приложение, я о нем уже говорил в моих прошлых видео про этот смартфон. Фон инфо Samsung, в кавычках. Вы заходите в это приложение. Соответственно, это приложение вам показывает, во-первых, еще раз подтверждает вам оригинальность этого смартфона, во-вторых, оно показывает, какие компоненты установлены внутри этой самой модели. Так вот, камера здесь Sony IMX260 именно соответствует, а основная камера 12,2 Мп, она непосредственно соответствует тем характеристикам, которые заявляет Samsung с завода. Но здесь есть нюанс, о котором я расскажу позже. Это, скажем так, софтовые проблемы, софтовое отличие работы данного смартфона на разных версиях операционной системы Android. То есть примеры снимков, может быть, где-то здесь, наверное, появились. То есть я не так давно открыл для себя ручной режим в Galaxy S7 с RAW-снимками, то есть с возможностью снимать в RAW-формате. И действительно, ручные настройки, они здесь одни из лучших в мире. И до сих пор по этим деньгам вы, в принципе, то есть это стоит до 20 тысяч рублей, невосстановленный телефон стоит в районе 30 тысяч рублей, как бы. В общем, смысл в том, что камера снимает очень и очень хорошо. Но есть нюансы чуть позже. Аксессуары и коробка. Как я говорил ранее, более подробно, здесь предоставляется неоригинальная коробка и неоригинальные аксессуары. Они очень похожи на оригинальные, но они при этом неоригинальные на 100-500%. Вы должны об этом знать, вы должны это понимать, что если вы приобретаете смартфон на Алиэкспрессе, если вы заказываете с помощью меня, если вы покупаете точно такие же модели где-то у себя на барахолках, на Авито, еще где-то у себя в городе, если вам будут... Они очень похожи на оригинальные. Они, может быть, даже будут работать как оригинальные, но все-таки я порекомендую эти аксессуары сменить на оригинальные аксессуары, заказанные, допустим, где-нибудь по каким-нибудь баллам, промокодам, акциям у себя в городе, в хорошем фирменном магазине. Это не обязательно должен быть фирменный магазин Samsung. В общем, по аксессуарике, еще раз вас предупреждаю, чтобы у вас не было претензий потом ни к продавцам на Алиэкспрессе, ни ко мне. Аксессуары, коробка неоригинал. И даже транспортировочные пленки неоригинал. То есть он поставляется весь в транспортировочных пленках, задняя, основная, на экране. То есть, чтобы смартфон был действительно как новый. Нюансы про продажу и заказ. У вас есть несколько вариантов по приобретению данной модели телефона. Вообще в мире существует несколько вариантов. В первую очередь, вы, скорее всего, знаете, что такие смартфоны можно приобрести непосредственно на Алиэкспрессе. Есть много продавцов. Есть добросовестные продавцы, есть недобросовестные продавцы. Кто-то не ознакомился с информацией и думает, что ему продают невосстановленные, поэтому потом жалуются, что ему продали восстановленные на том же алиэкспрессе но я знаю парочку продавцов ссылки будут предоставлены вы сами заказываете у продавца продавец сам что он там отправляет как он управляет большинстве случаях все это подтверждается все это хорошо ожидаете посылку получаете осматриваете записываете на видео без разницы в общем проходит какой-то продолжительный период времени и вы получаете свой долгожданный восстановленный galaxy s7 кстати на 32 гигабайта есть несколько версий расцветки это золотой черный и белый в моем случае только три не знаю случай как китая но скорее всего точно также и пользуйтесь как говорится устройством второй вариант это вы можете приобрести бы ушку у вас рук на каких-нибудь тематических форумах сайтах и так далее ну тут ссылку предоставить не могу потому что ну как говорится у всех города разные и третий вариант если вы не хотите ни с чем заморачиваться если вы хотите чтобы за вас это сделал человек который в этом более-менее понимает который подержал в руках не один смартфон с моей педантичностью с моей точностью с моей скажем так хорошей возможностью упаковать товары отнестись к этому как будто бы я покупаю все к себе в каждый раз отношусь к этому как будто бы я покупаю себе вы можете обратиться ко мне и далее пойдут условия которые не обговариваются не обсуждаются на данный момент на январь февраль месяц 2018 года условия у нас таковы сам смартфон стоит 17 с половиной тысяч рублей полторы тысячи рублей сверху вы будете готовы и должны будете заплатить мне за мои скажем так труды за то что я съездил выбрал отобрал проверил упаковал отослал предоставил вам фото отчет это не обсуждается и также не обсуждается денежные средства за непосредственно отправку вы можете вольны выбрать любой способ доставки это почта россии это транспортные компании на ваш выбор который присутствует моем городе и в вашем городе я как правило рекомендую сдэк почему сдэк ну потому что быстро и более-менее надежно должны знать также нюансы по страховке транспортные компании по крайней мере сдэк не страхуют отправление в виде оргтехники вообще гаджетов ком почта россии может застраховать любое отправление которое вы к нему принесете это будет стоить четыре процента от стоимости той стоимости в которую вы оцените оцените в тысячу рублей значит потом в течение полугода вам вернут случай не дай бог какой-то потери утраты порчи еще чего-то тысячу рублей застрахуйте на 50 тысяч рублей соответственно заплатите четыре процента эти деньги вы будете должны соответственно заложить в стоимость отправки непосредственно пересылки до вашего города и самое последнее одно из самых последних это встроенное по о том о чем я говорил что и упомянуть чуть позже и о камере и а по он значит встроенная прошивка у нас 601 это так называемый как многие его на форуме говорят франкенштейн почему франкенштейн до сих пор для меня непонятно но потому что во первых она а не обновляется по воздуху она накатана с помощью программаторов скорее всего где-то там на фабрике действительно то есть она не руками зашито с помощью компьютера и одина она на 99 процентов русифицирована содержит русский язык сканер отпечатка пальцев работает knox у нас не тикнутый сбербанк работает все сервисы android pay работают что нам это дает нам это дает стабильную работу камера и если вас устраивает android 601 то мой вам совет как говорится не обновляйтесь если же вы хотите плавность системы скажем так улучшенный но все равно скорее всего мы верим в то что компания google выпуская новую версию android скажем так дорабатывает и и делает ее лучше качественнее плавнее и по энергоэффективности лучше существует а специальный патч который кстати обновился в декабре перед новым годом он русифицирует а 7 android для galaxy s 7 версии g930 в это именно как раз таки все наши сэмплы которые приезжают с китая с алиэкспресс и которые вы можете приобрести через меня он ставит этот патч ставит с помощью специальной инструкции которые есть на канале но которую я скорее всего доработаю он ставит android 7 русифицирует и закрывает обратно соответственно оболочку и делает ее опять официальной соответственно нас работает и android pay и вот это все что о чем я говорил ранее но при этом многие пользователи говорят что это не мое мнение опять же многие пользователи говорят и обязательно сравню теперь мне просто интересно сейчас у меня пока android 6 0 и как говорится я пока тестирую в при этой операционной системе при android 7 0 ухудшается работа камеры как они это делают программно но бог его знает может это наговоры вообще может это просто кто-то так подумал где-то так сказал и теперь все думают что это именно так ну не знаю пока пока не доказано но может быть почитаете погуглите об этом в интернете вы можете перепрошить телефон самостоятельно ничего в этом сложного нет вы должны нести все от всю ответственность на себе потому что в каждом в каждой инструкции перепрошивки в каждом видео есть дисклеймер что все что вы делаете со своим смартфоном непосредственно вы несете за это ответственность или вы можете передоверить скажем так эту если вы не хотите сами заморачиваться если вы этом не понимаете вы можете попросить меня перепрошить это устройство я его в силу своих умений перепрошивая но вы перед этим опять же берете на себя всю ответственность. Я максимально буду стараться аккуратно это сделать, максимально не подвергать устройство окирпичиванию, но в случае чего вы будете нести за это ответственность. Потому что по факту, после того, как я приобрел смартфон для вас, он ваш, и ответственность за него несете вы. Если вы изъявили желание перепрошить, пожалуйста, как говорится, берите на себя эту ответственность. Ну, я думаю, что окирпичить телефон прошивкой, ну, крайне сложно, есть много вариантов, как из него выйти, но в любом случае я вас предупреждаю. Это отказ об ответственности при прошивке устройства. Это не значит, что я специально буду ломать прошивку телефона и пересылать вам уже, как говорится, сломанный девайс. Абсолютно не так. Просто вы берете на себя эту ответственность. Вот и все. В 99,9% случаях это проходит все безболезненно для вас, для вашей психики и для самой модели телефона, самого Galaxy S7, восстановленного на 32 гигабайта. Итак, про оплату на личные сроки. Это последний пункт. Если телефон есть в наличии, нет в наличии. Сейчас тестируется, приобретено вместе с тем, зная, что я создам этот ролик, зная, что люди будут писать, а вот есть в наличии, я хочу купить. Приобретено сразу два. То есть, один я непосредственно переслал Евгению, все проверил, заснял на видео, потому что, как говорится, что перестраховать свою задницу... У меня есть видеодоказательства всего этого. Далее, взял второй, вот он в заводских пленках, просто я его включил для того, чтобы провести тесты, еще раз посмотреть, нагрев, работу и так далее. Вот этот вот смартфон, новый, есть в наличии. 17 500 плюс полторы, плюс пересылка. Если вы это хотите сделать, пожалуйста, напишите мне в личку в ВК, ссылка будет в описании под этим видео. Если вы хотите все сделать самостоятельно, на проверенных продавцов, также будет ссылка в описании под этим видео. Далее, если смартфон, к примеру, сразу раскупают, да, потому что такие модели действительно покупают очень быстро, они даже у поставщика не всегда бывают, потому что в больших городах разбирают в опты по всей России это все разлетается, и потом где-то там в интернет-магазинах продается. Так вот, многие даже не предупреждают, что это восстановленные телефоны. Тут, по крайней мере, делается все честно. Если нет в наличии, то вы, я вас предупреждаю о том, что предоплата 100% на карту Сбербанка без каких-либо проблем, после этого в течение пяти рабочих дней я непосредственно выезжаю на место, вас все это держу в курсе, путем личной переписки через ВК, через мессенджеры, без разницы, как вам будет удобно, приобретаю и проверяю для вас смартфон, если надо, перепрошиваю и отправляю непосредственно к вам. Как-то так, если нет в наличии у поставщика, то, соответственно, ждем, когда приедет, потому что в каждой неделе вроде как поставки сейчас более-менее наладились. Вот, наверное, вот такая объемная, 20-минутная, получасовая инструкция, как я приобретаю смартфоны себе, по просьбе, знакомых, друзей, еще кого-то. Я всегда отношусь одинаково, всегда все перепроверяю, всегда отношусь к этому действительно, ну, очень досконально. Поэтому, друзья, я вас очень прошу, поддержите меня, пройдите по ссылкам в описании, ознакомьтесь, хотите, приобретайте, я без проблем всегда вам помогу. Если у вас остались вопросы, если я что-то пропустил, пожалуйста, напишите об этом в комментариях. Если вы молодец, попили кофеек и послушали мою речь, пожалуйста, напишите, что вы супергерой. Я обязательно вам отвечу и скажу, что мы с вами, может быть, подискутируем на эту тему. И можете написать, какой супергерой. Супермен или человек, железный человек или человек-паук. Это всегда прикольно читать, когда взрослые, не только взрослые, люди пишут такие смешные вещи. В общем, совсем скоро увидимся. Всего доброго. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok